В эфире новости на телеканале СКАД. В студии Надежда Трубачева. Здравствуйте. В центре Самары отключили горячую воду. В областной столице продолжаются гидравлические испытания. Так, с 23 июля по 5 августа горячее водоснабжение будет приостановлено в границах улиц. Арцебушевская, Братьев Коростелевых, Лева Толстого, Венцика, Чапаевской, Пионерской, Куйбышева, Крупской, Максима Горького, Лесной, Осипенко, Новосадовой, Первомайской, Полевой и Волжского проспекта. Также не стоит забывать, что во время опрессовки коммуникации подвергают высокому давлению. Так что не стоит и приближаться к теплосетям надземной прокладки, и не оставлять автомобили рядом с энергобъектами. Масштабная перестройка. Проектирование транспортной развязки на пересечении улиц Новосадовой, Советской армии и 22-го партсъезда в Самаре вышло на завершающую стадию. Проект готовят к госэкспертизе. Начало строительства запланировано на 2021 год. Это будет весьма дорогостоящий проект. Окончательная сумма станет известна чуть позже. Новую дорогу протянут над улицами Советской армии и 22-го партсъезда. Движение по улице Новосадовой пройдет по верхнему уровню развязки. Автомобили Советской армии и 22-го партсъезда будут двигаться по нижнему. Семь пляжей Самарской области признаны опасными. Купаться на них не рекомендуется. Есть несоответствия по микробиологическим показателям пробы воды. Речь идет о пляжах в Самаре на спуске улицы Советской армии, в Загородном парке, на 1-й, 2-й, 4-й очередях набережной Волги. Также купаться не рекомендуется в Сызрани, на пляже номер один и в Жигулевске. При этом возбудители патогенной микрофлоры не обнаружено. Качество песка соответствует гигиеническим требованиям. Без горячей воды уже несколько недель. Жители дома номер 232 по улице Новосадовой элементарно не могут принять душ. Невольно приходится закаляться. При этом счета за горячее водоснабжение им приходят регулярно. Об очередной коммунальной беде и жизни самарцев наш следующий репортаж. Нашу съемочную группу встречают практически целым домом. Невооруженным взглядом видно, что тут живет много пожилых людей. Силу у них искать правду и выяснять, кто виноват, уже не осталось. Без горячей воды жители дома номер 232 по улице Новосадовой уже не первую неделю. Опять нет горячей воды и никто нам ничего не объясняет. Все говорят какая-то авария, но если авария есть, надо ее устранять. А мы без горячей воды уже почти два месяца. Там какой-то начальник, мы к нему пришли, мы говорим, почему у нас столько воды нет. Он говорит, в январе дадут. Люди обращались во все возможные инстанции, результата никакого. Все сваливают друг на друга, при этом страдают простые люди. Мы обращались в нашу управляющую компанию, вызывали из управляющей компании и нам приходили, сделали, составляли акты, что подача воды не соответствует нормам. Вот уже на протяжении всего этого времени. На той неделе мы вызвали и вызвали из теплосетей, чтобы пришли, но они не приходят. Поэтому мы не можем даже у них спросить, почему у нас нет горячей воды. Люди не могут элементарно принять душ, при этом счета за горячую воду приходят исправно, сетуют местные жители. Это что это такое? Внук приведешь с улицы, не можешь ножки ему помыть, от песка отмыть. Это куда годится? Греем. Греем. Кастрюльками, тазиками. Электричество тоже, что у нас казеном. Я не знаю, я на шестом, у меня вот она как ледяная идет, так она и идет. Вот было, говорю, вот несколько дней, когда после включили нам, ну я не знаю, ну неделю может и все. Это мы теперь еще из-за электричества будем платить бешеные деньги, воду греем, у нас электроплиты. Во всех домах в округе горячая вода есть, страдает только 232-й дом по улице Новосадова. И все-таки местные жители надеются, что на них обратят внимание и помогут решить проблему. Александр Семенов, Олег Галочкин, СТВ. В Самаре родителям близнецов выплатят по 5000 рублей при поступлении в первый класс. Родителям тройняшек тоже полагается пособие. Чтобы получить деньги, родителям близнецов нужно взять в школе справку о зачислении детей в первый класс. Затем сделать копию паспорта, копию свидетельства о рождении детей, взять справку о регистрации семьи на территории Самара, не забыть снился и реквизиты своего банковского счета. Оригиналы и копии документов следует принести в МФЦ или в ближайший центр соцподдержки населения. После проверки и одобрения пакета документов выплату перечислят на банковскую карту. Поддерживают семьи с детьми и другими способами. Например, недавно в Самарской области появились пасхальные выплаты для мужчин. Также в регионе предложили увеличить 16 различных выплат для семьи с детьми. Многодетным обещали помочь с ипотекой, а молодым семьям предложили выдавать пособие на оплату услуг ЖКХ. В Самаре с проездом машин с пулеметами по тротуару разберется военная прокуратура. Главе ведомства уже направлено соответствующее обращение. Напомним, это произошло в Самаре в воскресенье 21 июля. Местные жители сняли на видео, как спецмашины с армейскими номерами объезжали за тур по тротуару, по которому следовали пешеходы. Как говорят свидетели, только чудом обошлось без жертв. Просил 2,5 миллиона рублей. В Самаре задержали конкурсного управляющего коммерческой фирмы за вымогательство. Всего за сутки в регионе утонуло два человека, в том числе подросток. И в областной столице уничтожено более 50 килограммов санкционных сыров. Обо всем к порядку в обзоре происшествий далее. В Самаре конкурсный управляющий вымогал 2,5 миллиона рублей. Его задержали сотрудники областного управления ФСБ. Сообщается, что мужчина, являясь конкурсным управляющим коммерческой фирмы, вымогал деньги, угрожая привлечь собственника компании и его родственников к субсидиарной ответственности при процедуре банкротства. В ходе оперативно-розыскных мероприятий он был задержан. При передаче денег материалы переданы в Следственное управление Следственного комитета России по Самарской области для принятия процессуального решения. Всего за сутки в регионе утонуло два человека. Так, на реке Сок, неподалеку от поселка Угловой Красноярского района, утонул мужчина. Все случилось в седьмом часу вечера. А около поселка Падовка, Волжского района, примерно в три часа дня из озера Второй Падовский карьер спасатели извлекли тело 17-летнего подростка. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Спасатели в очередной раз предупреждают, что купаться можно исключительно в специально отведенных для этого местах. Ни в коем случае нельзя плавать в состоянии алкогольного опьянения. В Самарскую область поступило более 50 килограммов запрещенных к ввозу в Россию сыров из стран Евросоюза. За продукцию изъяли у частного предпринимателя в Самаре. Были уничтожены сыры различных сортов производства Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Финляндии и Польши, которые запрещены к ввозу в Россию. Общая масса продукции – более 50 килограммов. Баскетбольный клуб Самара завершил комплектование главной команды. Волжане в этом сезоне будут защищать титул чемпионов Суперлеги. В этом сезоне удалось сохранить костяк команды. При этом проведена весьма неплохая селекционная работа. Новичков в Самаре будет четверо. В родной клуб вернулись защитники Виктор Кашин и Сергей Рассказов. Также состав команды усилили опытные форварды Александр Лавников и Евгений Войтюк. Предсезонную подготовку команда начнет в Самаре с медосмотра, который запланирован на 13 августа. Первая часть сборов по традиции будет направлена на общефизическую подготовку и пройдет в том числе и на Волжских пляжах. Ночами в Самарской области станет холоднее. Местами ожидается до плюс 12. До конца недели погода в регионе по-прежнему будет определять область от повышенного атмосферного давления. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха останется вблизи своей климатической нормы, сообщают синоптики. В среду в регионе будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем 25-30 градусов, ночью плюс 12-17. В четверг сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем 25-30 градусов, ночью 12-17. А на этом все. Далее прогноз погоды. Интересные новости и программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru. Новости СТВ можно увидеть в соцсетях, на сайте и на канале СКА-24 ежедневно в 20.30. Телеканал СКА-24 теперь еще и на Яндекс.ТВ и на Пирс.ТВ. А мы с вами прощаемся. До встречи.